Всем привет! Вы на канале Спойлер, и сегодня речь пойдет про фильм «Ад по соседству». Хорошо. Отпустите меня домой. Это твой дом. Стремление жить в Лос-Анджелесе присутствует у всех американцев, ведь это понятно. На залитых солнцем улицах все выглядит абсолютно приветливо, и светится изнутри от благодушия и спокойствия. Так и Сара, решившая жить отдельно от своего отца, по большей части которой стала не американская мечта. Жилой комплекс «Асилу Дель Мар». Роскошь по карману. Для отъезда у нее были причины. Ее мать не так давно умерла от рака. Во время болезни отец нашел утешение в объятиях навещавшей медсестры, а девушка так и не смогла рассказать всю правду умершей, пока та еще была жива. Психологическая травма и желание начать все с чистого листа в городе, где она никого не знает, делает принимающую антидепрессанты Сару особенно уязвимой. Обходя дома, где сдаются квартиры, она наталкивается на одну, жители которой кажутся ей абсолютно идеалистическими персонажами. От управляющего Джерри она узнает о том, что нанимателям запрещено курить и заводить домашних животных. Желающая сделать карьеру в Голливуде, художником по костюмам милая семейная атмосфера, витающая вокруг, заставляет ее солгать, чтобы произвести на Джерри впечатление. Еще кое-что. Животное? Нет. Вечером, находясь в отеле, Сара получает звонок от отца. В свою очередь, он просит ее вернуться и критикует ее за то, что она осуждает его по поводу измены. Я волнуюсь за тебя. Думаешь, ты сможешь добиться чего-то сама? Утром на работе Сара знакомится с Лизой, которая оказывается дружелюбной собеседницей. Девочка, я тебя просто троллю. Я Лиза. Я тебя познакомлю. Я тут всех знаю. Спасибо. Переезжая в новые апартаменты с отеля, Сара знакомится с Брайаном. Привет. Поздравляю. Мы соседи. Он предлагает свою помощь, но Сара отказывается, боясь, что тот обнаружит кота, которого она тайно перевозит. Приняв приглашение от Брайана на барбекю, Сара знакомится с постояльцами комплекса. Ее, конечно, напрягает доброжелательное отношение к ней. Ты уже освоилась? Помощь не нужна. Ей непривычно повышенное внимание. Но постепенно она начала привыкать. Все началось той же ночью. Посторонние тревожные звуки по ночам начали беспокоить ее. Я плохо спала. Правда? С трубами каждую ночь так? Как? Хорошо, издеваетесь. И это продолжалось каждую ночь. Соседи никак не реагировали на ее вопросы, давая понять, что как будто ничего не происходит. Сара переживает, что ее кота могут обнаружить, и постоянно следит за тем, чтобы в ее квартиру никто не вошел. Но, несмотря на все попытки, она все же получает жалобу. У некоторых аллергия эпистичная, ты, сука. От усталости и невысыпания Саре прилетает от начальницы, но Лиза ее поддерживает и предлагает вечером посидеть и расслабиться. Да пошла эта сука наглая? Я так устала. И, сидя в уютной квартире, Сара жалуется на отца, которого не простила, но все же любит. На то, что у нее ничего не выходит в этой жизни. Возможно. Но Лиза находит нужные слова, чтобы ее поддержать. Я напоминаю себе, что это моя чертова жизнь. После того, как посиделки закончились, Сара легла спать, но ее разбудил звук оповещения на духовой плите. Домашние животные запрещены. Внезапно ее хватают и привязывают к стулу, и она в шоке от того, что это был Брайан, сосед, который ей симпатизировал. Сара? Брайан, что тут происходит? Все под контролем. Она не сбежит. Очнувшись на полу в пустой комнате, Сара попыталась снова позвать на помощь, как железная дверь открылась, и в нее вошли Брайан и Джерри. Готова подчиняться? Ладони на стену. Пока горят лампочки, тебе нельзя двигаться. Они заставляют Сару подчиниться. Объяснив ей условия пытки, в страхе за свою жизнь она повелевается им. Это тебе на благо. Однажды ты поймешь. Пытаясь быть сильной и не сойти с ума, Сара изо всех сил старается вытерпеть это. Пытки продолжаются снова и снова. Только иногда в отверстие двери проталкивали еду и туалет. Периодически к ней приходили и другие жители этого дома и показывали то, что стало с ними, когда они пытались сопротивляться. Ну раз у меня получилось, сможешь и ты. Также они рассказывали, что она живет неправильной жизнью и что они ей помогут. Это за нападение на меня. А это за попытку сбежать. Не сопротивляйся, ты все только усугубляешь. Джерри точно знает, как снова привести тебя в норму. От усталости и изнеможения Сара не смогла устоять, и Брайан, достав гвозди, приколотил ее руки к стене. Теперь у нее нет никаких шансов, чтобы отдохнуть. Но вдруг она услышала голос отца. Беги! Да, молодец. Давай, дочка. Но это был всего лишь мираж. Полностью подчинив ее волю, они начали заботиться о ней, стали рассказывать о том, как живет их община, о том, что они помогают друг другу, о том, что они должны быть преданы друг другу. Все заживет. Открытость – один из законов нашей общины. Они давали ей литературу для изучения. В ней было все, что могло изменить образ и мышление человека. Постепенно, воспитывая в ней подавленную личность, они продолжали держать ее в отдельной комнате, давая ей больше возможностей для передвижения по дому. Думаю, пора расширить твои обязанности. В один момент Сару привели к Брайану, где он следил за каждым жителем. Кто следит за нами? Это не наше дело. Тогда Сара увидела, что Эдит стала плохо, и на следующий день они решили усыпить ее. Прощайте, родные. Так как это было лучше для общины. Когда Сара все же решила стать частью общины, ее поставили на колени и выжгли на ее голове метку их общины. После чего отвели ей роль. Вы станете отличной парой. Она должна стать женой для Лестера. Ее решение стать членом их семьи складывалось не от того, что она понимает их образ жизни и мышления, а от того, что страх парализует ее волю. А как же моя квартира? Она больше не твоя. Она для новичков. Когда Лестер привел ее в свою квартиру, чтобы заняться с ней сексом, неожиданно Джерри вмешался в происходящее. Сара? У нас проблема. Конечно, она переживала за жизнь своего отца, и ей после произошедшего хотелось броситься к нему в объятия, но последствия не разрешали ей это делать, и она сыграла свою роль. Четвертый закон. Ты знаешь, что будет, если не заставишь его навсегда уйти. Сара, ты простишь меня. Я не могу потерять тебя. Нет! Что? Пошел вон. Вернувшись в свою новую квартиру к Лестеру, Сара обнаружила, что ее новоиспеченный супруг оказался очень ранимым и понимающим Сару человеком. В первые пять лет я мог думать лишь о побеге отсюда. Спустя время Сара уже полностью влилась в их быт, и, сидя в операторской, наблюдала, как новые кандидаты подбирают себе жилье. Жилой комплекс «Асилу Дель Мар». Роскошь по карману. Внезапно на видео появляется Лиза, ее старая подруга. И Джерри рассказывает, как они будут ломать ее. Сначала введем ее в восприимчивое состояние. Она не сдастся. Не бойся. Мы исправимся. Мы спасем ее, Сара. От пустой эгоистичной жизни. После неудачных попыток они принимают решение доверить это дело Саре. Мы поможем тебе. Вы не можете меня тут держать. Они промыли тебе мозги. Они спасли меня. Лиза, и тебя спасут. Ты не выглядишь счастливой, Сара. Ты напугана. Ей не удалось убедить Лизу подчиниться, и тогда Джерри вмешивается и заставляет Сару помочь ему закончить начатое. Ну же. Давай. Сара, это твоя чертова жизнь. Однако она принимает судьбоносное решение. Сара, ты была права. Квартира, отстой. Пошел ты! Пошел ты! Пошел ты! Пошел ты! Вооружившись пистолетом, она, угрожая жителям этого комплекса, убивает Брайана, который пытался ей помешать. Ты не можешь уйти. Но он мертв. Не Джерри это начал. Не важно, кто наш лидер. Община – это все мы. Я? Ты даже не можешь сказать. Ты... Что с ней? Добравшись до выхода, узнав, что не Джерри все это начал, и что они просто помешаны на своих законах, Сара до последнего пытается убедить Лестера, что он свободен. Но он выхватывает пистолет и стреляет. Убей меня! Беги! Беги! Выбежав на улицу, Сара изо всех сил старается убежать оттуда, но внезапно по всему району включаются сирены, и Сара понимает, что она до сих пор не свободна. Друзья, ставьте лайк и бейте в колокол, чтобы не пропустить новое видео.